Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платёжными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Делай ставки на киберспорт. Ну и здорово, друзья. Вот мы и вернулись, вот и вернулся свет. Всех ещё раз приветствую. Микрофона Гомер пропустили концовочку предыдущего матча, но уже готовимся смотреть этот ожидаемо. Именно от CyberZen вышли в финал вейнеров, и здесь они будут играть против MVP PK. Это должно быть очень интересно, очень жарко. Карта Инферно всё рассудит, и уже началась пистолеточка, на которую мы с вами активно и переносимся. Пожелаем удачи командам. Снова Инферно. Первая карта также MVP отыгрывалась именно на этой площадочке. Ну и CyberZen уже показывали нам только свой мираж за сегодня. Пишите в чате, за кого болеете в этом матче. Здесь уж точно должна быть интрига. Оба коллектива выглядят очень даже неплохо. CyberZen себя показали весьма здорово на мираже. В частности, снайперы. Конечно, что Savage, что Monster выглядели весьма и весьма достойно. А вот что касается MVP, так там вообще никакой проблемы у них не возникло в том, чтобы переиграть оппонента. То есть корейцы просто разгромили в пух и прах New 4. И теперь, возможно, готовится предпринять нечто подобное против китайского коллектива CyberZen. Ну, видим. Начинается тем временем выход. Я активно маякую нашим товарищам режиссерам о том, что нет звука. По крайней мере, у меня в ушах игры. И хотелось бы, конечно, его получить. Возможно, на трансляции тоже. Ну, пофиксим, если это так, друзья. Пока выход. Уже неплохие размены. В большинстве атака и проблемы. Для HD спасибо. Вот и звук, собственно говоря, оперативненько. TB. Ничего сделать так и не смог. 1-0 в пользу MVP PK. Вот такие вот эти ребята жесткие. MVP Project Korea забирают пистолетный раунд. Но в какой-то степени, возможно, даже сигнатурная для себя карта Inferno. Inferno, если верить старожилам Counter-Strike, их докладам, игралась тем же Solo, например, с бородатых времен. Очень давно, очень жестко. И с тех пор мало что изменилось. Но теперь и с той, и с другой стороны у нас есть такие интересные сигнатурные снайперы, за которыми будет смотреть очень-очень здорово. Ну, да, Виков, дело, понятное дело, пока не дойдет. Итак, Savage играет с деглом. Из-за тройки пытается выдавать небольшие префичи. Там пятеро игроков на банане. Но MVP готовится просто прорывать. По всем фронтам крушить, давить молотов царский. Вы видели этот молотов? Они просто согнали эту подсадку на вазоне. Прочитано, кричат. О-о-о-о, что у нас с GoTV-то? Что-то лагать начало. Ну, вроде как, игроки себя комфортно чувствуют. Значит, проблема с нашей стороны. Опять же, GoTV с Китая. Какие-то небольшие траблы с пингами могут возникать. Ну, вроде бы все, вроде бы прошло. Ну, 2-0. 2-0 тут уже, конечно, по-любому должно быть. Вопрос, будут ли минусы. Один HG все же успел оформить. Но хоть какой-то фраг залетел, и то здорово. Отдельно напоминаю о том, что победитель этого матча уже обеспечивает себе место выхода в плей-офф. А проигравшая команда падает в Decider-матч, где в формате BO3 также поборется с победителем матча на вылет. Где играют New4 и, конечно же, их оппоненты. Ребята, которые внезапно у нас отвалились на трансляции. Если помните таковых, то молодцы. Вы, значит, встали рано и посмотрели. Но речь идет, конечно, про команду Lucid Dream. Так, ну, тем временем MMP забирает свою серию раундов. Здесь вроде как пока без сюрпризов. Укрепление B-Plant от CyberZen. Так что ничего такого, ну, необычного, наверное, мы тут не увидим. Ждем банального выхода под А, наверное, если правильно разведка донесет информацию о том, что подозрительно тихо под А. Ну, задавайте в чате свои вопросы. Давайте пытаться общаться и дальше. Опять же, были перебои с электроэнергией, из-за чего мы пропустили концовку предыдущей карты. Но здесь все вроде нормализовалось, вроде как все в порядке. И мы готовы смотреть до конца за тем, что будет здесь происходить. И не забывайте о том, что помимо этой карты впереди еще два БО-3. Как я говорил, это матч на вылет и Десайдер матч. В плывшей стадии команды между собой разыграют два слота на участие в Star Series iLeague в шестом сезоне, который пройдет в городе Киеве в начале октября с призовым фондом. В 300 тысяч долларов, дорогие друзья. Вот такие дела. Так что должно быть очень жесткое, интересное событие. Ну, а тут, в общем, как все и было по прогнозам. Как и говорилось, все должно быть достаточно легко. Вышли на точку, потеряли одного минексету и спокойно уже закрывают себе раунд MVP. Project Korea. Две узишки осталось на руках. Нужно бы их еще реализовать немного под конец. Кстати, нашел один повод для себя серьезный. Ну, кстати, он вообще сегодня хорош в этих вопросах. Ну, найдут ли Vivo? Кстати, вот любопытно. Vivo не особо торопится отдавать свою SP. Но не потому, что он его сейвит, как... Ну, вряд ли, конечно, кто-то подумал. Но иногда такое пишут в чате, скорее как шутку. А потому, что не хочет позволить заработать на себе лишние шесть сотен долларов. Понятное дело. Такая экономика, особенно в ранней стадии игры, решает очень многое. Действительно, от нее зависит ситуация, которая будет складываться дальше. Ну, а у нас тем временем пауза возникла. Техническая пауза. Что-то пошло не так у игроков, к сожалению. Ну, давайте надеяться, что быстро пофиксят. Отдельно было прописано то, что это технический тайм-аут. За что, конечно, большое спасибо. Просто ждем, просто ждем возвращения в игру. Так, ну, коэффициент, в принципе, неизменный. Это, ну, не то, чтобы один к трем прям, но два с половиной где-то так над Сайберзен. Около того, чуть меньше. Конечно, тоже матч с фаворитом и аутсайдером. Ну, я вам упоминал вкратце, что MVP PK, это, наверное, фаворит, в принципе, всей группы. Один из главных претендентов. Один, ну, по крайней мере, из таковых. Может быть, не главных, но претендентов точно. На выход на старт серию. И ожидаемые от них очень хорошие игры. Что, в принципе, мы и видим. Просто врыв под бэплэнт, развал кабинетов. Ничего Вива и Сэвэдж делать не успели даже толком. Их просто уничтожили, отнесли на мир иной. И уже корейцы, по сути, выиграли этот раунд буквально вот таким агрессивным прорывом. Шустро, быстро, агрессивно. Вот так вот со вкусом прям действует MVP в этой ситуации. Не могли мы наблюдать за их атакой по большей степени в рамках их первого матча против New 4. Так как большую часть времени, а именно 15 из, сколько, 17 сыгранных раундов, мы видели их игру именно за дефенс. Так что теперь какой-то более свежий взгляд, возможно, нас с вами здесь ожидает. Что-нибудь любопытное. И плюс в этом, наверное, для корейцев они еще не полили свою атаку. И могут проще удивлять. Не придется, знаете, ну совсем как-то выдумывать, когда вы дважды одну и ту же карту играете. Просто выигранный раунд, хотя и три засевленных девайса с другой стороны. Ну что? Вот они кэфчики. Вот теперь уже один к трем, по сути, но это в лайве они обновились. Вы не подумайте, что они изначально были таковыми. Но по итогу сыгранных раундов решили, что что-то здесь не так. Что-то как-то MVP сильно жестко начали. Сильно легко развалили девайсы. Может быть, там и дальше так все будет происходить. Итак, посмотрим за закупкой. Хватило от Сайберзен денег на то, чтобы докупить себе М-ку. Ну и Сэвэджу оставили играть на ЦЗшке. Ну, по-моему, это уже ориентируется на АВИК в будущем. То есть можно было в теории формашинку какую-то взять, например, или что-то в таком духе. Но ставка не на этот раунд, скорее, а на дистанцию. Так, чтобы реально уже завести АВИК, завести свои жесткие шоты, прострелы. Но пока у нас жесткий Эйзи, который уже на АМ-ке казнил двоих. Пески не законтролили никак. Ну, что такое, корейцы? Ну, у вас же наверняка были гранаты на старте раунда. Положите хоть что-то. Почему вам надо смотреть и в плент, и в пески параллельно, когда у вас серия с четырех раундов выиграна, у вас куча денег, вы можете себе позволить максимум гранат закупить и делать все по уму. Это те же парни, которые кидали молотов на кломбу, я вам напомню, на подсадку, которая делается под Б. А здесь, казалось бы, такая мелочь, и не смогли ее реализовать. Монстр не справляется против мини-ксета, тут у него АВП присутствует. Но все еще три игрока защиты. Вот этот дым, но он должен заставить задуматься, а не помешать ли нам через арку. И все, все, раунд выигран практически. Ну, как? Еще, конечно, нет. Большинство даже есть у CyberZen. И они вовремя понимают о том, что это будет выход под Б. Но в точке нет вообще никого. Savage будет выходить с банана. Остальные парни возвращатся через арку. Тайминги, конечно, неплохие, быстро проверяются все позиции. Ну, а вот уже и парень с банана, который был уничтожен. Еще один есть на банане игрок. Здесь мини-ксета пытается справляться со следующим. Он забирает ATB. Вот это жесткий снайпер. АВИК работает на все сто. И посмотрите, что творится. Ну, брешь в бароне, которая была обнаружена и использована. Я, честно говоря, не знаю, почему Savage так долго находился под ямой. То есть, когда умер парень на 15, нужно было уже на всех парах нестись и срочно прикрывать план B. Особенно после дыма, который лег на зелень. Ну, а что должна делать атака в этот дым бежать? Понятное дело, она не будет так поступать. Она могла разве что вернуться и через 20 выйти. Но это как-то, ну, слишком, знаете ли. Понятно, что вас там будут в три дула принимать. Ну, или в два, но перекрестный огонь жесткий устроит. Ну, как-то странно. В итоге нет. В итоге не на АВИК ориентировался Savage. Ориентировались на бай в этом раунде так, чтобы он, в принципе, где-то не уступал и предыдущему. Три МК вместо четырех, но нет никого с пистолетами. И война с бананом. Ну, здесь хотя бы и первая, и вторая команда пытаются действовать поагрессивнее на этих позициях. Так, ну, вроде как все. Сайберзоны кидали гранат, немного удержали на своей точке, отошли назад. MVP, но они током никуда и не смещались. Они все это время только готовились к ритейку банана, который происходит прямо сейчас под флешку. Молотов выбегает, проверяет цемент. Здесь уже никого нет. Превч в сторону Savage. В него уже залетает дым. Ну, всем своим видом. MVP показывает, что не хотят выходить под B. И, как бы, если бы это был фейк, то он бы сработал. Но это не похоже на фейк. Любопытнее роль здесь, наверное, к Сайджену будет, который все еще находился на полтора. И только сейчас постепенно смещается. Он, скорее всего, давал какие-то гранаты по дам. И теперь стягивается обратно к своим тиммейтам. Но что-то, если он не давал гранаты, то они только заставили убедиться. HD в том, что это будет план бы до последнего. Пошла раскидка. Виван накидывает свой флеш. Есть липой оппонент. Но уже просочился. Не было инфы на этот счет. Вот Сэвэдж, по идее, должен был проконтролить. А он не был в курсе. Они идут его резать со всех сторон? Серьезно? Что творится? Нет, все. Это они вообще тиммейта. Так бежали просто так интересно. Два парня с ножами бегут на парня, который был флешеным. Я уже думал, все, это вообще грязь была. Но нет, не настолько все жестко. Жестко все с того, что Миниксета, не дожидаясь вообще своего тиммейта, просто пошел с P250 до BTB. Зев и Миниксета вдвоем выиграли раунд 1 с 0-1. Пока идет снайпер MVP PK. Я вам напомню о том, что он только недавно присоединился к этому составу. Вместо HSK. Буквально в июне это произошло. То есть реально свежая относительно замена. И вот он красавчик такой. Ох и жестко. Ох и жестко. Что-то как-то Сайберзен действительно, когда оппонент поменялся, как правильно подметили наши зрители трансляции, сразу играть не так сильно стали. Сразу все стало похуже, но вот здесь западня. Тут можно попытаться 2 хп. Он все еще жив. Ого! TB нормально, затерялся. Ёжик в тумане, с Калашом теперь в руках. Тут еще минусы идут. 3 в 2. Очередное меньшинство для MVP PK. Но это дефолт уже. МАК-10. Не справляется против Сэвэджа. Это еще реально разыграть. Зев 1 в 2. У одного оппонента Калаша, другого MP9. И все отошли. Очень красивые. При этом действуют связки на размен. Будут пытаться выходить. Что будет делать Зев? Подходит к мопеду. Возможно, займет вообще Грэвьярд. Его замечают. Опс. А он не знает, там 1 или 2. Его просто идут давить. И задавили. А вот и первый раунд для Сайберзен, дорогие друзья. 6-1. Вот он результат, на который нужно было надеяться. Наконец-то китайцы включаются в эту игру. Ну и заметьте, что делают это не надеваясь на раунде, а на раунде с пистолетами и арморами. Неожиданно, неожиданно, конечно. Ну, что сказать. Рано или поздно это должно было произойти. MVP. Отдали раунд. Давайте посмотрим, что по экономике. Мне кажется, у корейцев там все не настолько идеально. Ну, в этом раунде отлично. В этом раунде все замечательно для них. Но дальше постепенно деньги должны подходить к концу. Ну, у Зефа 8500. Так что там еще с дропами нормально можно играть. Погибали время от времени корейцы относительно часто. Из-за чего я поставил под сомнение их экономическое положение. Но вроде как все более чем терпимо. Тем более с таким снайпером, как Миниксет, который очень любит убивать все, что двигается и не очень двигается. Появляется АВИК наконец-то уже и у защиты. Играет на нем Монстр. Ох, правда играет он на 15. И сильно сейчас от него ничего не зависит. Только на стяжке, возможно, разве что будет какой-то импакт. Но под B2 парни, которые решают играть в закрытую и подсаживаться, судя по всему. Да. Закидывает Виву на B3. Ну, это та же расстановка сил, по-моему, от MVP, что мы уже видели один раз. Они такой раунд... Это повтор. Реально. То есть еще сейчас на том же тайминге примерно стягивается пятая игрок. Это как раз-таки Монстр. Но концовка раунда от MVP, судя по всему, может отличаться. Что-то думал, Голк с тиммейтом немного отойти назад. Пошла дым или флешка? Дым, по-моему. Второй игрок стягивается. Это сплит-бэ, судя по всему. Готовится 40 секунд. Успеет ли только адекватно? Нет. Возвращается и восьмой игрок. Ох, долго, конечно, туда-сюда перетягивается. Это MVP, но свой окончательный выход они уже почти приготовили. Так, соло. Все еще в центре карты. Тут уже пять скоро будет. Тут будет пять игроков. Раунд прочитан. CyberZen понимает, что здесь происходит. Это дым? Нет. Это флешка. Все, пошел выход прямо сейчас. На большинство открываются. Но с такой стрельбой Зефу не страшно. Абсолютно ничего. Посмотрите, какие раскидки. Они сожгли Сэвэджа, убили остальных. Царская флешка. Забрали, да, парня, который был в центре карты. Но какая жесть. Как легко вскрыли это укрепление только что MVP. Они даже его не почувствовали. Им что три, что пять, что ноль игроков. Все примерно одинаково заканчивается. Но такого не выбивается, по-моему. С одной флешкой, которую только что выкинули. Ну, разве что вот если так мини-ксет отыграет, туда можно выбить. Ну, киты есть. Вот и префыч. О, я понял. Сказал, не выбивается. И тут просто снайпер открывается слепым, погибает. Парень не выигрывает хедзап один, парень не выигрывает хедзап другой. Вот, вот это вот уже азиатский КС подъехал. Наконец-то. В полном объеме. Ну, тритейк одной флешки только что состоялся. Эти выпады от мини-ксет, которые ничего не решали. Как бы тиммейт, которые с калашом против эмок проигрывали. Второй раунд с Аберзен. Ну, для меня лично забрали неожиданно. Я уже похоронил китайца в этом раунде пять раз, наверное, когда увидел происходящее. А тут такая защита бомбы. Ну, хорошо. Судя по всему, коллективы не собираются ограничиваться здесь теми раундами, которые они забрали. То есть, те же Аберзен явно хотят забрать и третий для себя для начала. Ну, а там, глядишь, и деньги к концу подойдут рано или поздно о MVP PK. Так, в спину немного поражал Сэвэйдж. Но здесь он вряд ли будет настолько агрессивно действовать, как, например, те же MVP иногда играли. Да и сам Сэвэйдж тоже так играл в своих первых матчах. Здесь должны, по идее, контролить тылы. Но четыре подда. Аберзен с точки зрения позиционки укрепляет все очень нужно. А с точки зрения пострельбы иногда происходит что-то не совсем понятное. Жесткие минусы при приемке. Соло немного теряется, но пытается отыгрывать вместе с Глоузви. Но 15 погибает так же. Это 6-3. Ну что? Вроде как собираются постепенно. А Сайберзен очень классно угадывает. Вот реально в тактическом плане они читают пока что игру. Вот MVP, а все потому, что, наверное, как-то корейцам нужно действовать поактивнее по разным направлениям. Так они стоят до последнего на подточке, которую хотят пушить дальше. Возможно, что-то поменяется со временем. Снова-таки игра за банан. И там, и там агрессивно летят гранаты. Очень много денег было. Опс, Зев нашел пиксель, где не горит. Идет дальше. Идет и вычисляет первого. Знает про то, что там минимум один еще игрок. И, по-моему, граната третьего тоже была замечена. Хотя тут я не уверен. Ну, Энтри был быстрый, что тут сказать. Буду пытаться под флешку прорваться или нет. Вот тебе что-то задумал нехорошее. Да. Прокинули флеш. Видит одного. Но сразу погибает при размене. Размен не лучший. Но здесь есть еще игроки. Это по двоим. Сразу залетела Савика. Вот так вот. Монстр отыгрывает. Ну, и Вива сам тоже с точки никуда еще не уходил. Молодые и горячие заканчивают этот раунд. Вива вместе с Монстром. 6-4. Вот так. Сайберзен. Ну, такое ощущение, что постепенно просыпались. И вот теперь уже более-менее разыгрались на карте. А вот и экономика от МИП, которая постепенно подходит к концу. А вот и корейцы, у которых начинаются проблемы с деньгами. Два каваша, Галил, МАК-10, ЦЗ. Что-то агрессивное, наверное, стоит нам с вами ожидать, друзья. И, судя по миникарте, с акцентом на ковры. И посмотрите на миникарту. Это жесть. А у Сайберзен часом X-Ray не включен. Они регулярно в большинстве там, где именно собираются находиться MVP по окончанию раунда. Они просто четко адресно угадывают каждый раунд. Я могу ошибаться, но, по-моему, в ВППК ходит в последнее время АБ-АБ. Или я не прав. Ну, извините, если это не так, но, по-моему, они реально просто по очереди выходят на точки. И здесь. Как было, большинство таки осталось, но работать оно внезапно стало хуже. Но тут не доигрывают опорники. Их все-таки вскрывает тот же Зев, тот же Глоу. Ну, и большинство для MVP-PK. Так, Тиби играет через ковры. Пока что еще никого не замечал. Но там вот Зев должен поглядывать в его сторону. Флешку накинули под тиммейта. Выдвигаются вдвоем. Направление, ну, около одностороннее. Но теперь идут выбивать точку. Какие хорошие минусы. Они просто не прощают. Ох и Вива. Минус два с МП9. Подформил. Поднял киты. Раздефьюзил бомбу. Выиграл раунд. Такой вот девиз у CyberZen на этот раунд. 5-6. Вот оно. Вот оно возвращение в игру более чем серьезное. CyberZen. Ну, уже и в меньшинстве ритейк делали. И тяжелые ситуации выигрывали. Ну, я даже не знаю. Возможно, корейцы здесь уже немного растерянно выглядят. Как-то их начали очень сильно. Обламывать тут уже, глядишь, и пауза тактическая бы не помешала. Вот серьезно. МВП, пора призадуматься о том, что у них не идет. А не идет у них в последнее время многовато эпизодов. Как минимум. Беда в том, что их реально очень жестко читают. Но через дым просто затопил Зев и где-то там нащупал голову Вивы. Вот это минус болезненный. Так, пошел ритейк банана здесь. Два игрока защиты пока присутствуют. Прокидывается молотов. Я думал, там сейчас флеш какая-то будет. Но Сэвэдж не рискует настолько агрессивно действовать в этом эпизоде. Ну, вот хоть как-то так. Одного ставили под бананом. Остальные проходят под главку. Но, правда, уже запалили бомбу, запалили ситуацию. И дают возможность монстру играть на много фрагов. Ох. Эти снайперы. Знаете, я не исключаю того варианта, что у МВП в защите снайпера будут так же жестко казнить. Да ладно! Он просто уже шел пушить на полтора в третьего парня. И спокойно распетлял и его. Только Глоу хоть как-то угомонил оппонента. Ну, Глоу. Ну, мало терял здоровье. То есть шансы на этот кулач, наверное, оставались для него. Но тут и стрельба решила свое. И вот если кто-то еще до этого сомневался в проблемах МВП Project Korea, то сейчас они, по-моему, абсолютно ясны в том, что они присутствуют так точно. Такую серию раундов на рандоме не выигрывают по большей степени даже в азиатском кс. Тем более, когда есть моменты, когда абсолютно по делу все это происходит. И когда реально Сэберзен читает то, что пытаются сделать МВП, когда у них там снайпер уничтожает абсолютно все на карте. Но это позволяет, возможно, даже выйти вперед. А там, глядишь, половину выиграть со счетом 9-6 каким-нибудь. Тогда корейцев станет страшно. Ну, снова та же тенденция. То есть Сэберзен не чувствует агрессии на банане, инфует своему тиммейту, что он может уходить по даху, повать и посмотрите. И все, и тут 4 игрока. Монстр на арке, трое в поинте. Один из них в песках, другой на гравьярде, третий в поинте. И вот просто в никуда идут. И, казалось бы, опасно, да, играть с укреплением одной из точек против ЦЗшек и так далее, и продавить могут. Но здесь все продумано более-менее. Хотя тут сейчас может и сглазить у меня удастся. Все же, как-никак продавили снайпера. Взяли авик. Он, кстати, в руках у Соло. Соло с авиком может. Умеет, практикует. Вот такие вот шоты давать. Но, правда, остался он последним. Тут нужен эйс. От легендарного корейского игрока. И тогда действительно этот раунд смогут забрать ими пином. Понимаешь, что там большинство будет идти через арку. Вот и первый этот риплкилл Соло пытается менять свою позицию. Накидывает флешку сам под себя. Флешка хорошая, но и сам он наслеп от флешки соперника. Ну, тут с двух сторон хотят задавить, судя по всему. Напрягает Соло. Слышали сколп. Соло не добил. Достается Зену с двух сторон. Должны его нарезать просто. А, там дефьюзили все это время. Там другая стратегия была. Типа, отвлекай. Отвлекай внимание, а я на дефьюзе. Найс трай. Соло, в первую очередь, MVP сами по себе разыграли так себе. Но этот игрок сделал, наверное, все, что от него зависело. 7-6. 7-6. И Сайбер Зен действительно выходит вперед на этой карте Инферно. У нас тут, кстати, написано, что это БО-3 вверху, друзья. Вы не верите, это БО-1. Не ведитесь на провокации. Только одна карта рассудит то, кто выйдет в плей-офф, а кто упадет в Десайдер матч. И имя этой карте Инферно. Просто ошибочка небольшая, но ничего, бывает. На сервере нужно настройку просто поменять. Все. Ну, а мы продолжаем смотреть за попытками MVP вернуться за атаку. Ну, тут Сэвэдж что-то, по-моему, до последнего не понимал, как близко его оппоненту нормально. Он все понимает, как под флешку врываться. Все слепые. Минус 3 с карты. Никто не отвернулся от флешки. Попытка разменяться. Глоу хороший. Два фрага. Но, опять же, он остался последним. Беда. В такой ситуации Глоу начинает уже пытаться искать минусы. Сам по себе, наверное. Просто. А вдруг кто-то допустит ошибку? А вдруг кто-то нарвется, погибнет, и это уже будет один в два. Там то ли по точкам растягиваться, то ли еще что-то. Но Глоу громко играет. И монстр, понимая ситуацию, решил прожать савиком. Восемь-шесть. Половина. И прям выигрывается CyberZen. А по экономике... Не, ну там в MVP все нормально. Они проиграли слишком большую серию, чтобы не было все нормально. Напомню вам о том, что все шесть раундов MVP Project Korea брали с копом. То есть это их первая пистолетка, первый девайсный, второй девайсный даже. Выиграли еще один раунд. А потом внезапно оступились. Да еще и как оступились. Настолько, что теперь вообще не могут найти свою игру. Проиграли против Эка. Первый, ну там, неполный, нечистокровный экономический раунд. Пистолеты Армора, конечно, были, но бай был бы в следующем у CyberZen. Сэвэдж. Интересно действует. Он запрыгнул прямо вот. Пока на банане находилось несколько игроков. И они вроде бы этого не слышали. Что добавляет любопытности этому моменту. Но вот, видимо, контакт никто не отменял. Просто парень проходил, заметил, дал шот. И, ну хотя бы расшатал немного плент B. В большинстве достаточно часто ставали 7 VP. Но далеко не всегда они эти раунды доигрывали. Под B, скажем, сейчас двое. Это, в принципе, вполне себе дефолтная расстановка сил. На ретейке могут возникнуть проблемы. Залетает Молотов. Интересно, еще какие-то гранаты. Но только флешки остались. А у защиты, впрочем, которые тебе так же успешно прокидывают. Готовится выход под B. Снайпер уже смещается. Все еще есть люркер на точке. Ого! Ого! Пошли, пошли наказывать! Что ты делаешь, TB? Вот TB WoW написано. Действительно, WoW. Просто легчайшая половина. Вы видели этих чертей? Там парни готовятся к своему финальному выходу, а те просто в ответ пушат под флешку. Накинул флешечку, вышел, дал минус 3. Выиграл раунд. Возможно, так и игру выиграл. Жестко. Жестко. 9-6. Итак, то, что было изначально, ну, очень простым началом для MVP PK, внезапно становится для них серьезной проблемой. Парни не взяли ни единого раунда после своего стрика из шести. Ну, господа, которые пишут, что проблема в том, что они отдали тот эко, ну, знаете, если была проблема только в этом, они бы вернулись на хоть одном из девайсных. А так, попыток у них было много, были раунды в большинстве, которые они тоже отдавали. То есть я бы не назвал это виной одной ошибки. Проблем было больше. Они, ну, вот я свою точку зрения высказал. MVP играли односторонне, одновекторно, и CyberZen понимали, какие позиции нужно укреплять. И регулярно они ходили либо по троих на B, либо по четверых на A, и тут китайцы практически всегда угадывали. Так, пистолетный раунд, который собираются провести себе под B от CyberZen, а это уже гарантирует им поставленную бомбу по крайней мере, ибо четыре игрока было от MVP под Plantama. Вот вам небольшая разница. Здесь, конечно, пистолетка, и сильно не разгуляешься там с ретейками, бананой и так далее. Но, скажем, CyberZen они собирали инфу по карте, и дальше в защите уже тогда укрепляли позиции. Здесь же парни пытались угадать и не угадали, но это еще не отменяет факта того, что пистолетку можно выиграть. Это 3-3. Попытка выбивания. Что-то не вижу я китов. Зато вижу зажигательную гранату Glow. Что за финты ушами такие интересные. Но он, кстати, попал в нужное направление. Заметили, что Vivo убежал за B3. А это что за затылок здесь? Соло. Ну, хороший минус. Правда, на невнимательности оппонент построенный. Стоит столько Vivo, а китов-то нет. А что делать без китов? А без китов проигрывать раунд, друзья. 10-6, бомба детонирует. Vivo еще и успел добрать мини-ксету. Очень, очень странно это все выглядит. Вот серьезно. Ну, покупать за защиту за 600 долларов, зажигательную гранату и дикой, но не брать киты. Что у вас за ритейко-ориентированная игра такая любопытная, в которой вы планируете одним молотовым выиграть игру? Что-то я не знаю даже, друзья. Сначала MVP, что-то потерялись на карте, теперь MVP не могут. Сначала Соберзен потерялись, а MVP теперь не могут на карте хоть как-то найти свой стиль. Найти хоть какую-то ниточку, за которую можно вернуться. Беда. Ну, если не будет каких-то курьезов внезапных, если корейцы не решат ответить взаимностью и не выиграть раунд на ЦЗшках, то это вполне себе спокоенный счет 12-6 должен быть. И дальше все будет упираться в девайсный раунд. Ну, хорошо, давайте пока сделаем опыт конкретно по этому раунду, что здесь уже один из три. Соберзен забирают 100%. Вариантов особо никаких не предвидится, при которых MVP могут это выиграть. Но нужно подфармить. Savage, правда, не хочет дарить Юмпик. И тут у него трудно-моральный выбор. Идти убивать всех или играть в Сейвове? Ну, идти убивать всех у него не получилось. Понятно, что такой фактор риска присутствовал. Не думал, что гол будет играть так. Из этой позиции, из-за чего проспонсировал Юмпик оппоненту. Юмпик, конечно, хочется выбить, но с такой нестойкой экономикой еще у себя на руках, я думаю, оно того не сильно-то и стоит. Ну, увидим. Так, еще одна встреча. Закидывается Молотов на угол, но гранат следом такое. Не столько импакта было от этих выкинутых гранат, конечно, как рассчитывали Сайберзен. 11-6. Китайцы продолжают доминировать на карте. У оппонента есть Юмпи. Минексета, скорее всего, ориентируется на Вик в первом же раунде, поэтому, я думаю, он не будет себе покупать армор под него. Хотя, ну, денег очень много. Можно и подумать про армор на самом деле. Попытаться как-то вернуться в игре. Но пока вот вам стата. Вполне жестко идут большинство игроков, только Ксайджин выпал. Ксайджин смотрелся в защите очень неплохо на первой карте Инфернума. Там ей сдавал списков, если помните. То есть вот там я бы не сказал, что прям какие-то проблемы были с его стороны. Возможно, конкретно против Сайберзен особо не летит. Такое тоже иногда с некоторыми случается. Ну, ждем. Ждем. Пауза уже снята. Мы надеемся на то, что реально нас еще посетит интрига. Ну, а я в который раз вам напомню. Напомню о том, что нас с вами ожидают еще два БО-3 матча, в которых сначала будет сыгран матч на вылет и за право на жизнь для команды, которая выиграет и попадание в Десайдер-матч. Ну, и потом сам по себе Десайдер-матч, где определится второй участник стадии плей-офф. Конечно же, от группы Б. Так, что по расстановке сил оставили? Ну, купили армор, во-первых, легкий. Это то, что нужно подметить. Мини-ксетти. А во-вторых, оставили его в соляного под Б. Держать там на себе всю ситуацию. Тот говорит, что что-то у меня подозрительно, шумно. Может быть, Михалпа понадобится теперь тихо. Может, и не понадобится. Возвращается Соло, бегая туда-обратно. А там выпад на главку. Ох, Сэвэдж. Он ЦС-шка идет давить. Найс. Найс Варда разыграл. Теперь все. Теперь сразу смещение от Сайберзена. Ну, знаете, все равно тут очень быстрая стяжка. Юмпик пока не палился, но его моментально закрывают прифайером. Остается только пистолеты. Замечают клумбу, вырубают ее. Не, ну, знаете, я на стадии, когда Молотов влетел на клумбу. Я думал, что там MVP просто играет богоподобно. Инферно и не отпустят ничего. А тут все не настолько однозначно. Два в два. Раунд играбельный. Даже несмотря на отсутствие девайсов и китов. Пытается прорваться. Здесь перекрестный огонь выстроен. Хороший у атаки. Ну, в принципе, если не торопиться, то раунд можно точно выиграть. Сайберзен немного торопится, но это не играет с ними злую шутку. 12-6. Так и есть, как мы с вами говорили. Двойное преимущество. И со счета 6-0 MVP скатились до того, что уже отдали 12 раундов подряд своему оппоненту. Это жесть. Красиво. Что тут сказать? Китайцы показывают нам, как нужно оформлять камыш. Что не нужно заранее писать ГГ. Хотя там прошло только два девайсных раунда и пистолетка. Но, наконец-то, настал момент истины. А именно оружейка, в которой у Соло есть АВИК. Значит, возможно, все. У Монстра тоже, кстати, снайперская винтовка. Сейвидж, как я и подмечал на первой карте на Мираже, теперь на более универсальной роли. Изначально он именно Мэй на ВП был в своих командах. Здесь же вторая снайперская винтовка за ним. Ну и роль такого бомбардира. Ну, показательный раунд мы сейчас с вами посмотрим. Я думаю, от него можно будет уже отталкиваться, делать какие-то серьезные выводы в том, как играют коллективы. Сейчас, по идее, должны дергать начинать у нас Зефа. Вот он, Молотов. Призвали, заставили сместиться холпующего игрока. Теперь под Б2. И вот посмотрите здесь, что делает Сайберзен. Они дали молик, они прожали банан, сделали вид, что они его заняли в принципе. А теперь можно отходить, можно идти до конца. Можно вот так вот тягать туда-обратно, но изначально 4А уже рассыпалась. Банально из-за одного Молотова и небольшого шума. По-моему, то, что было необходимо изначально. Но вот здесь Сайберзен. По-хорошему нужно было еще как-то на главке немного поиграться с оппонентом. Они решают идти до конца под Б и нарываются на укрепление. Три игрока. ЮМП, правда, там есть на приеме. Но ЮМПик в упоре мог бы что-то сделать. Оу, все слепые. Что творится? Друг по другу пытаются стрелять. Убегает, убегает. Как может миниксет, успевает поменять темку. Достать другое оружие и дать свой минус. Три в три. Вот это прорывы без дыма на тройку. Мне кажется, что МВП, они изначально думали, что этот дым там есть, даже не увидев его, просто рефлекторно, знаете. А когда этого дыма там не было, в таких ситуациях хочется сказать. Вот конкретно в этом раунде и не было. Сэвэджу нужно уходить активнее под банан. Он рискует погибнуть. А, он действует интереснее. Он просто теперь будет давить с другой стороны. Ох, очередной жесткий перекрестный огонь, с которым, по-моему, ничего не поделаешь толком. Ксайджу остается один в два и его не отпускают. Тринадцать шесть. Опасные господа. Ну, посмотрите-ка на эту ситуацию. Сайберзен, они, ну, просто продолжают забирать раунды. Они просто не останавливаются. И вот тут шли на укрепление. Там три оппонента. Выход до контакта, позиция. Немного сумбурно, но распетляли. Хорошо. Главную миссию выполнили. Поставили бомбу, а дальше от большинства. Ну, многое зависело от парня, который находился на тройке. То есть уже в стадии ретейка, я имею в виду. Если бы он жил, то выбивать было бы проще. А как только он погиб, там уже все было решено. В этом раунде все начинается полюбопытнее. Здесь сходу господин Минниксета находит уже минус для своей команды. Так, нормально, Бочи Мавик. Мешаем целиться. Ну, увидели снайперскую винтовку, решили отойти назад. Эйди, поймал флеш на себя, а никто и не прикрывал. А как так? А это уже второй минус. А вот уже MVP в пятером против троих играют, не потеряв ни единого процента здоровья. Хоть и выкинув все гранаты. Ну что, а может сейчас корейцы сделают нечто подобное, как сделали Сайберзен. И бам. Ну, это лицо так и просило, чтобы в него влетела пуля с дегла. С вторым так же красиво не получилось, но даже там дамаг успел внести. Понимает, что это смещение через 15. Уходит Глоу осторожно за Грейвьярд. Ну, нашли друг друга. Ну, Сайберзен надо бы подумать о том, чтобы или на бомбу играть, или... Ну, тут уже точку поздно зачищать. Тут уже все стянулись до последнего будут играть на своих позициях. Пошел монстр сам на инициативе. Увидел двоих оппонентов и к этому, судя по всему, не был готов. Ну, тут без вариков абсолютно. Так и что? Так и может сейчас в ответочку? Невероятное количество раундов подряд попробует MVP взять. Ну, Виви логичнее погибнуть, чем не погибать здесь. Абсолютно так он и делает. 13-7. Где-то я это уже видел. Где-то я это уже видел, дорогие друзья. Все отлично против пистолетов сливаем. Опс, а вот и возможный камбэк. Ну, или его отсутствие. Посмотрим, денег-то не так-то и много у Сайберзена. Не выживали в таком большом количестве. Так что им экономику надломить будет проще. У них уже два МАК-десятых и три Калаша. Ну, тут должно быть все по классике. То есть, если видим УЗ-шки, видим Калаши, то это чаще, наверное, двадцатка плюс ковры. И иногда, иногда это еще, конечно, бывают раунды через банан быстрые. Так, здесь интересные ротации проходят. MVP могут не успеть с ними, если честно. Мини-эксета только сейчас бежит. А, начинается уже сам по себе выход Ксайджин. Но он не палился, но, по-моему, вы должны были заметить. Ксайджин, Ксайджин! Ох, практически минус три. Он дал три фрага, он дал три минуса. Вот посмотрите на этого парня. Он отставал по фраг стату, но... Такие плюшки, конечно, запоминаются надолго. Не, ну, по иму этот чувак, конечно, машина полнейшая. Не прощает в этих ситуациях. Теперь это 2 в 3. Есть Гревьярд. Вот Молотов, по-моему, туда уже заказан. А, ну, теперь так точно. Хотя он был как раз у Соло на руках. Куда ты бежишь? Стоиваешь, хотел менять позицию. Ну, я вас понял. Ну, думал, скорее всего, что там парни в каких-то более дальних точках. Хотя я не знаю, почему он на это рассчитывал. Да, ну, ладно. Я, честно, после того, как разобрались с Соло, уже думал, что... Ну, вот более-менее можно от такого играть 2 в 2. То есть у вас позиции более-менее. Но смущал игрока атаки то, что его точка известна. Он хотел ее поменять. Думал, ну, там, скорее всего, какое-то недопонимание было. То есть Тиммей должен был инфануть, что по 15 могут давить уже MVP. А игрок, который был на Гревьярде, думал, что там еще никого нет, что там дым или что-то типа того. 13-8. Деньги у Цеберзен плавно подходят к концу, но они решают играть тот раунд с ЦЗ. Ну, не вредят своей экономике абсолютно. То есть эта проблема не является. Отличная ХЕ-шка заказана под Эйзи. Ну, что. Вот здесь уже играют попассивнее от Цеберзен. Ну, то ли ждут сами аркады от оппонента, то ли просто тайминг смещают немного. Но в их планах явно под конец будет продавить одну из точек достаточно агрессивно. Гранат много. Можно сыграть на сокращение дистанции в несколько волн. Нет ХЕ-шек Молотовых, из-за чего, конечно, банан занимать будет посложнее. Да, ИЗФ играет, верно, под чек. О, верно, нормально, на пулю. Его не отпустили. Там просто парень сидел с дегла, тапал по деревяшке. ИЗФ пробежался и поймал лицом пулю. Ох, как же это неприятно. Ему не дали уйти, его не отпустили. Серьезно, серьезно, Сайберзен. Они сейчас статраунд хотят выигрывать. М-ку подняли, арморы есть, ЦЗ-шки, ближние дистанции. Патроны толком не тратили и даже гранаты еще присутствуют. Я ору. Просто парень нарвался на пулю шальную. Такое предугадать, но я не знаю, как можно. Просто влетело. Какая-то невероятная халява. Контр-врыв по тв-шку. Здесь дегла упор и спамят, не попадает. Нужно идти добивать гол. Сэвэдж очень быстро с этим справляется. С другой стороны его выходит давить с позиций и остаются 2 в 2. Здесь ЦЗ-шки, ЦЗ-шки, перекрестный огонь. В затылок. ХЗ дает этот минус. Два фрага от него в конце. И это 14-8. Ох, азиатский КС. Господи, как я скучал по таким раундам. Как я по такому скучал. Просто. Парень шьет по деревяхе. И вот ты уже делаешь стрей в эту деревяху. И нарываешься на хэдшот по себе. Ор. Выше гор. Денег-то почти не осталось. Мне, кстати, если сейчас убьют, то это совсем проблема будет. Два авика. В этом раунде байтили, между прочим. Но немного не успел открыть снайпер. Это был монстр. Ну ничего. Соло жив. И это вот, наверное, наиболее важный момент. Он успел уйти из этой позиции. Два ВП. Мак-10. Ой, Мак-10, говорим. По 9. Хотел сказать, извините. Ну и тот погиб. И Соло вскрыли. Ну и, походу, приплыли, друзья. По-моему, это ГГ. По-моему, на этом уже сейчас все и закончится. Ибо дальше денег у МИП-то и не будет. Я понимаю, что у нас модно на этой карте брать раунды с пистолетами. Но что-то... У Сайберзена это поэффективнее получается. Смотрим за окончанием. У Миниксета остается авик. И вот я не совсем уверен. Дамаг в него влетал, но мне кажется, что это были гранаты. И Миниксета под Б мог авик вообще не палить. То есть нет инфы про то, что там вторая снайперская винтовка, которую пытаются сохранить. Если так, то, конечно, Сайберзен не пойдут выбивать эти девайсы. Да и в целом они не так давно раунды проигрывали. Ну, видимо, да. Видимо, так снайперская винтовка и останется. Ну, хоть какая-то точка давления полноценная будет. Плюс еще арморы на руках там докупятся, формашинки. Ну, хоть что-то будет. Итак, великолепные звуки матч-поинтов, дорогие друзья. Сайберзен в раунде от того, чтобы выйти дальше уже в плей-офф. Напоминают нам коэффициенты следующего матча, которые будут сыграны. Lucy Dream против New4. Такие уже коэффчики более равные. Но все равно, все равно выделяют фавориты аутсайдера. Пока что у нас на групповой стадии. И, ну, вот Сайберзен были аутсайдером. Они уже доказали то, что могут спокойно переломить исход такой встречи. Я думаю, дальше сюрпризы тоже могут быть. Там дальше БО-3, не забывайте об этом. Так что можете пытаться ловить коэффициенты на отдельные карты, например, на тоталы и так далее. Все как вам удобнее. Ну, а мы смотрим за, возможно, последним раундом этого матча. UMP, AVIK, 3CZ против всего мира. AVIK уже на одном из дыханий буквально существует. И существует он не там, где он реально нужен. Шоу Молотов. Ну, на ближайшей позиции. А его задел все-таки, слушайте, как так он разгорелся. Там, походу, второй молик в ответ еще был от атаки. Здравствуйте. Ну, один. Только один. От UMP. Погибает UMP. Здесь еще HD находится, срезает перетяжку стороны 15. Зеф все это время не палился, но его скоро заметят. Он уже сам понял, что его увидели. Но как-то долго реагировали на Зефа. Не важно, это все равно GG. 16-8. Дорогие друзья, такой вот у нас счет этой карты Инферно. Ну и CyberZen абсолютно заслуженная победа. Это, на самом деле, красивая игра с их стороны. Более вариативно. Четкий диффенс. И, наверное, тут все упреки только в сторону MVP. Они могли играть полюбопытнее с точки зрения креативности в атаке. Но их очень легко читали. Ну, а вторая половина была делом техники. Плюс пару таких сумбурных кладчиков, которые мы видели. Ну что, друзья. Дальше ожидают нас две, было три встречи. Первый – это матч на вылет, который мы уже обсуждали. Это UCDream против New4. И потом Decider Match. Там для вас уже будет работать Кван. Я же откланиваюсь. Передаю ему слово. Вы же не расходитесь. Ведь впереди еще нам нужно определить, кто же второй коллектив, который попадет в плей-офф. Пока что реклама музыка. И вернемся уже со следующим БО-3. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.